Приветствую вас. Сегодня мы проведем регистрацию аккаунта Amazon, профессионального продавца. Итак, мы должны идти в адресной строке, именно строчку sellercentral amazon.com для того, чтобы осуществить эту регистрацию. То есть мы должны впасть в вот этот раздел и нажимаем на кнопку регистр now. У нас открывается вот такая страница. Здесь у нас будет осуществление регистрации профессионального аккаунта продавца. То есть нам дают один месяц бесплатно и уже следующие месяца идут ежемесячные сборы 39.99. Нажимаем на данную коричневую кнопку и здесь мы должны вбить email либо мобильный телефон. И вот здесь мы должны указать, что это создаем новый аккаунт. В данном пункте нажимаем эту галочку. После ввода email нажимаем продолжить. И у нас открывается строка, где мы должны написать имя и фамилию. Точно как по именно банковскому счету, для того, чтобы ваши данные совпадали с банковскими реквизитами для вывода средств. И сейчас мы заполним полностью все эти данные. Здесь мы просто повторяем еще один раз ввод email, дважды пароль, имя и фамилия. После ввода всех данных мы нажимаем продолжить. Так, мы попали на страницу, где необходимо ввести все свои настоящие данные. Либо, если вы как физическое лицо изначально регистрируетесь для того, чтобы начать бизнес со временем. Если вы поймете, что все как-то работает и захотите сделать это как занимательскую деятельность, то есть как фирму. Вы зарегистрируете фирму. Если будет у вас имя вашей компании, то вот здесь уже можно будет переделать, то есть поменять имя и фамилию. Заменить уже на юридическое название вашей компании. То если у вас нет фирмы, то пишем имя и фамилию. Если у вас есть настоящая фирма с действующим адресом, пишите здесь название вашей компании. То есть это будет как ваш магазин. И непосредственно надо ставить галочку, что я согласен со всеми данными условиями. Вписываем им фамилию и продолжаем. Нажимаем продолжить. Итак, мы попали полностью на страницу приветствия, его регистрация аккаунта. И здесь будет необходимо ввести все ваши данные для того, чтобы отображалась полностью ваша информация как физического лица, либо если вы сделали это сразу как юридическое, то есть как фирма. Здесь вам необходимо сделать как ваш бренд будет, то есть магазин Татьяна или какой-либо другой пример. Для того, чтобы проверить свободно ли такое имя, вам будет необходимо нажать на данную кнопку и проверить актуальность вашего названия. И непосредственно дальше, если это юридический адрес, то пишите юридический адрес вашей компании, где находится. Выбираете страну. Вот здесь, кстати, вот тот вопрос. Какие страны имеют возможность торговать на Амазоне? То есть, как вы видите, зайдя на данную страницу, вы можете увидеть, что в Российской Федерации существует. Единственная страна, которая из стран СНГ. Я не смотрел, Казахстан есть или нет. Можно будет посмотреть сейчас. Россия, Украина есть тоже, Турция, Таиланд, Тайвайн, Шведы, Испания, Словения, Словакия, Сингапия, Сербия, Россия, Португалия, Польша, Перу, Парагвай, Панама, Нигерия, Неаполь, Мозамбик, Марокко, Мексико, Мали. Вот видите, буква М. Только есть. Мозамбик, Марокко, Мексико, Ротиус, Мали, Малайзия, Мадагаскар, Македония. То есть, Молдовы нет. Мы дальше идем в Литване, то есть, это Латвия, Корея, Кения, Жордан, Japan, Израиль, Талия, Идерланды, Индонезия, Индия, Гонконг, Германия, Грузия есть, Франция, Эстония, Египет, Танимарк, Чешская Республика, Круация, Коста-Рика, Чина, Канада, Камерон. Базилия, Оливия, Бенеин, Бельгия, Белоруссия есть, Азербайджан, Австралия, Армения, Аргентина, Ангола, Ангелия, Албания. То есть, как мы видим, Казахстан я не увидел в списке тоже. То есть, вот, будет необходим как раз, верите, лично для каждого человека, для того, чтобы все это дело соответствовало вашим реальным данным. Я здесь выбираю Россию и заполняю все эти данные. И вот здесь необходимо, в какой категории товар вы будете осуществлять продажи. Но, обычно, появятся самые простые. То есть, это Home and Garden. То есть, это все для домашнего и всех домашних предметов, которые используются в бытовом направлении. Пока, как говорится, у вас нет количества продуктов, то вас спрашивают, какое количество продуктов у вас есть в плане осуществлять продаж. Как единицы, там, от одной до пяти, там, шесть, десять единиц, от одиннадцати до двадцати единиц. Тут уже каждому на усмотрение. Ну, я думаю, что хотя бы, там, можно выбрать от ста до пятьсот единиц. Как говорится, уже на ваше усмотрение. Можно, как говорится, и больше ставить. И здесь написано, у вас есть брендовый продукт для продажи. То есть, это чтобы вы сами создали бренд-продукт и непосредственно его реализовывать через Amazon. То есть, полной автоматизации продаж. А пока на данный момент нет, а у нас, как бы, в плане есть, то мы можем поставить да. И непосредственно дальше просто вводим все данные для того, чтобы осуществить дальнейшие шаги регистрации. Итак, вот все данные введены. Первое, это название вашего магазина. Вы должны выбрать и проверить, свободно или занято. Вот данный пример магазина. Свободен, доступен. То есть, он будет как раз осуществлен для регистрации. Вторая строчка, это адрес. То есть, улица, дом, квартира. Там идет регион. Почтовый индекс. Страна. Телефон пишите через плюс. Код страны и дальше ваш номер мобильный телефон. Категория продукта, который будете продавать. И, соответственно, количество продуктов, которые вы будете у вас в планах для осуществления реализации. Ну и, соответственно, именно для создания собственного бренда. Это будет требовать дополнительной регистрации этого бренда. То есть, вы должны очень хорошо подумать. Это не сразу делается, а спустя определенное время. После заполнения этих данных, вы нажимаете сохранить и продолжить. Теперь вот мы попали на страницу, где необходимо ввести кредитные данные. То есть, номер карты и непосредственно месяц и год вашей карты. То есть, дата завершения и имя на карте, как указано. И после этого осуществить сохранение данных ваших, именно как раз, карт. Теперь у нас данные введены. И мы можем осуществить завершение регистрации вашей кредитной карты. Нажимаем сохранить. Данные карты у нас сохранились. Теперь вам необходимо для того, чтобы, введя ваш мобильный телефон, то есть, это автоматически будет, выбрать как раз «Звоните мне». Потому что иногда бывает такое, что через выбор отправить мне смс на мобильный телефон с кодом регистрации не всегда проходит. И вот здесь есть инструкция, как все это делается. То есть, для того, чтобы все это дело завершить по квалификации через мобильный телефон и дальше перейти к налоговому счету, то у вас будет практически завершена регистрация. То есть, мы нажимаем и он нам говорит, какой пин. То есть, у нас звонок, которым скажут «Добро пожаловать» и далее. И непосредственно потом попросят, если того, что звонок, кто вам будет звонить, завершить разговор и попросит ввести этот пин. Выводите этот пин. И таким образом у вас получается автоматически страничка обновится и подтвердится регистрация. То есть, вот таким образом. То есть, выбираете «Call me», на ваш телефон звонит, начинает говорить на английском. Как человек завершает говорить на английском, вы вводите этот пин на клавиатуре вашего мобильного телефона. И непосредственно после этого ваш звонок завершается, и вы увидите, что страница обновилась, и вас поблагодарили за активацию мобильного телефона. Сейчас мы это осуществим и непосредственно продолжим. Последний шаг – это как раз заполнение налогового документа. После как у вас будет завершен ввод данного кода, который был вам здесь показан, вы просто нажмете «Продолжить» и попадете на данную страницу. То есть, номер телефона верифицирован через звонок. И непосредственно просто «Продолжить дальше». И теперь вам необходимо для того, чтобы заполнить налоговый документ, в соответствии с вашим местом проживания, нажимаем на данный документ. И вот здесь нас оставляет полностью информацию о данном документе. Вот я могу поставить на переводчик. Непосредственно вы сами тоже можете почитать. И здесь вот самый главный момент. Для цели налогового обложения в США вы проживаете. Есть человек из США. Если вы проживаете в США, должны поставить «Да». Там немножко другой процесс заполнения данной формы. Если нет, то вы нажимаете «Нет». И нажимаете «Сохранить и продолжить». И непосредственно вот здесь с вас дополнительно требует какой-то бенефициаром лица вы являетесь. И непосредственно вот здесь, из данного варианта, мы выбираем индивидуальный. Теперь мы выбираем гражданство, то есть Россия. То есть обязательно выбирать именно... А вот, кстати, Киргизия. Казахстан. Вот тут Казахстан почему-то стоял. А, это гражданство. То есть это не означает как регистрации зона как в Казахстане. То есть гражданин Казахстана, проживающий, допустим, на территории России, может сделать себе Amazon Account. Или, допустим, Молдова. То же самое. Так. Вот Молдова тоже есть. Как мы видим. Так, 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 так. Секунду. Вот. Гражданин Молдовы. То есть если сам гражданин из Молдовы, проживает в России, либо в Украине, либо в другой стране, европейских стран, допустим, вы можете тоже открывать аккаунт в других странах, где разрешен Amazon. То есть как гражданин Молдовы. У нас гражданство является Россия. Так. ПР. Мы не Россия. Так. полное имя. То есть мы вписываем полное имя. Дальше у нас стоит адрес. Россия, улица такая, дом, квартира такой. Штат, провинция и почтовый индекс надо указать. Здесь указываем наш почтовый адрес отличается от вашего постоянного адреса. Здесь надо указать точный адрес. Допустим, если это юридическое лицо, юридическое. Если оно и то же, то оставляете то же самое. Если, допустим, у вас юридическая компания зарегистрирована по другому адресу, то надо другое. Тут откроется форма, чтобы заполнить именно, где находится ваша юридическая компания. Оставляю тот же самый. Постоянный адрес. И дальше мы нажимаем здесь. Выберите все элементы, которые применяются. У меня есть действующий американский пастер, родился в США и отказаться от своих прав рождения. Я считаю, действительно, Гринкар. Я провел время в США в течение последних трех лет. То есть, это к нам вообще не относится. Мы это не нажимаем. И нажимаем сохранить и продолжить. Как вы видите, я покажу как оригинал. То есть, у нас уже на 50% заполнен документ. И непосредственно остался только последний штрих. То есть, это как раз завершить как электронную подпись. То есть, это осуществляется именно тоже как через интернет. То есть, через данную форму. Просто мы должны нажать Save and Continue. И я выбираю вот этот пункт. То есть, переведем еще раз. Чтобы был понят. Я согласен, чтобы обеспечить свою электронную подпись. Для обеспечения электронной подписью мы нажимаем все галочки, потому что иначе пойдет данное как раз завершение этой электронной подписи. Тут необходимо написать подпись бенефициара. То есть, если это юридическая компания, тогда название вашей компании. Или, допустим, если вы как физическая, то вы здесь вписываете как физическое лицо. То есть, имя, фамилия. и электронный мы здесь выбираем индивидуал и непосредственно нажимаем submit. То есть, вот здесь он стоит самый первый. Мы его выбираем индивидуал. То есть, после заполнения всех данных имя, фамилия, имейл мы выбрали индивидуал и нажимаем submit. То есть, данный документ можно распечатать. Как мы видим, написаны им фамилия и дата полностью. И можно это все распечатать и сохранить себе как документ для того, чтобы это все было у вас как документ, подтверждающий, что вы работаете на Амазоне. Также можно перевести на русский язык. Именно через переводчик просто перевести. Вот в таком виде тоже сохранить как в PDF документ распечатать для того, чтобы было для налоговой. То есть, это понадобится для вас в будущем. Ну и в принципе нажимаем exit interview. То есть, это можно потом зайти из другого конца, попасть сюда и все это распечатать. Нажимаем завершить. И нажимаем здесь continue. регистрацию. как мы видим полностью все данные у нас уже зелененьким написано. И нас здесь поздравляет. Congratulation. Мы поздравляем вас с открытием регистрации как профессионального продавца на Amazon. И нажимаем complete регистрацион. Ожидаем обновления. И вот мы уже находимся в разделе где необходимо выбрать какие тип товаров мы будем продавать. И непосредственно все данные тоже необходимо заполнить. Опять же используем переводчик для того чтобы было понятно где вы получаете ваши продукты. То есть надо пройти один из трех шагов. И здесь мы выбираем продавить изделие изготовленное для меня. например частный ярлык и другие. То есть можно выбрать несколько вариантов которые соответствуют вами. То есть я перепродаю другие товары и я тоже выбираю я продаю изделие изготовленное для меня. То есть например частный именно бренд имеется ввиду тут переводчик немного искажает эти данные и также другие. если у вас идентификатор как штрих ход ESPP ENS или новый ESPN для ваш продукции. Можно выбрать некоторые из моих продуктов имеют эти потому что в будущем когда вы будете регистрировать свой бренд приобретете себе бар-код именно сертифицированный то есть на ваше имя или на ваше предприятие для того чтобы это было как гарантия того что у вас именно сертифицированный бар-код и является для именно вашего продукта то есть никто не сможет этот бар-код использовать в других целях и допустим скриминировать ваш бизнес и так далее то есть это один из важных моментов тоже. Дальше сколько различных продуктов вы планируете перечислять вы можете добавить позже. это можно как и сразу выбрать можно как позже это осуществить то есть можно нажать более 500 потому что здесь все будет зависеть от каждого как будет заниматься дропшиппингом либо будет заниматься дополнительно еще продажей именно собственного продукта и здесь необходимо если у вас есть сайт и вы продаете на вашем сайте отдельные товары то можно здесь указать нажимаем следующий вариант для того чтобы продолжить ну и здесь как говорится вам предлагается какие именно товары которые планируете продавать и вы можете добавить их позже то есть мы можем сейчас добавить несколько вариантов которые мы будем продавать то есть дом сад инструменты то есть это все для дома то что связано с домом крупная бытовая техника я бы не советовал потому что это есть обязательства гарантийных моментов то я такие товары не продаю вида спорта можно открытом воздухе детские товары игрушки книги фильмы музыка игры это уже такая более специфическая тематика и на них вы должны иметь разрешение от амазона то есть это надо запрашивать данный вид как говорится продажи этих продуктов красота здоровья и бокалея тоже требует именно одобрения от амазона камер флот сотовые телефоны и аксессуары бытовая электроника офисные изделия я бы выбрал сотовые телефоны аксессуары бытовые электроника офисные изделия персональный компьютер программное обеспечение это я не выберу камеры путешествия аксессуары обувь сумки часы ювелирные изделия то есть вот эта категория вся требует тоже одобрения автомобильные и промышленные это тоже требует одобрения отдельно от амазона для того что вы продавали ну вот эти все категории ниже тоже требует отдельного одобрения в амазон нам довольно таки хватит очень обширный дом и сад инструменты для спорта игрушки это очень большой объем ассортимента то я думаю будет предостаточно кто в будущем решит продавать что-то другое отдельное должен будет с амазоном связаться для одобрения каких-то дополнительных категорий нажим сохранить продолжить и вот здесь сразу вам предлагается то есть это можно делать не сразу мы рекомендуем вам обратиться за бренд реестром амазон то есть это имеется ввиду для регистрации вашего бренда это в будущем когда вы захотите именно регистрировать свой продукт как бренд это для того чтобы на ваш продукт не было как раз регистрат то есть добавление других товцов вас как раз обезопасит о том что если вы сделаете уникальную коробку с уникальным логотипом и ваш продукт будет уникальным с бар-кодом то вы тогда уже получаетесь как уникальный товар то есть уникальный продукт который имеет право без вашего ведома кто-либо добавится и продавать какой-либо продукт подобный вашему то есть это амазоном наказуемое и всячески амазон содействует продвижению вашего продукта для того чтобы вы были уникальны в амазоне как говорится необходимо допустим использовать исполнение амазон фба то есть это поставлять товар прямо в амазон для того чтобы автоматизировать всю вашу работу и настройка доставки то есть можно здесь вот добавить сразу свои банковские реквизиты для того чтобы все средства заработанные выводились на ваш банковский счет то есть каждые две недели осуществив продажи амазон будет на автомате вводить ваши средства и здесь необходимо как раз изменить настройки доставки то есть мы можем изменить настройки доставки у нас вот здесь стоит россия а мы изменим настройки доставки именно допустим на соединенные штаты это необходимо для того чтобы как раз была возможность указать данные и это как раз все же товары будут отправляться именно с соединенных штатов то здесь можно просто соединенные штаты и вписать любой почтовый индекс соединенных штатов от которого будут якобы отправляться товары то есть можно указать любой почтовый индекс и сохранить я сейчас поставлю набираем в интернете данный адрес zip коды тире адрес точка ком и выбираем любое из разных я бы не советовал аляску а можно допустим там который поближе к центру соединенных штатов то есть это полифорния то есть нажимаем допустим один из этих почтовых индекс их можно даже вот так ну советую всем выбрать разные не выбирать один и тот же для того чтобы у вас было все это не у всех одинаково скажем так и вставляем этот почтовый индекс и нажимаем update вот после изменения данных мы должны еще вот изменить метод доставки то есть по срокам нажимаем edit и вот здесь мы выбираем экономный вариант от 4 до 7 дней и вот эти галочки все убираем то есть оставим только тот вариант нажимаем продолжить здесь так и остается рейтинг то есть это за единицу нажимаем продолжить здесь все так же 4-7 дней бесплатно за единицу за отправку и нажимаем confirm все мы полностью изменили все данные для сшления доставки и непосредственно чтобы у вас был экономный вариант и больше запаса времени по доставке того или нового товара как на дропшипинге или на автоматизации продажи ваших продуктов ну и теперь единственный момент то что нам необходимо еще это как раз создание нашего как раз логотипа и сейчас мы зайдем в этот раздел все не ошибаюсь это user permission нет это не здесь это login сетей а это у нас здесь находится здесь у нас будет средняя строка seller logo и здесь можно будет дополнить права и обязанности и все остальные допустим правила по доставке возврату и так далее налоговые данные и так далее то есть все эти данные можно заполнить допустим по созданию своего логотипа то вы просто нажимаете вот данный как раз раздел для того чтобы вы создали свой логотип тут вот написано очень простым текстом то есть ваш логотип должен быть 120 пикселей на 30 пикселей то есть вот обязательно вот этот момент учесть для того чтобы создать ваш логотип как вы создадите ваш логотип выбираете этот файлик то есть это изображение и нажимаете upload буквально через 10-15 минут ваш логотип уже будет готов то есть как магазин допустим если это магазин татьяна то будет ваш логотип красивый в виде 120 пикселей на 30 и непосредственно завершить вот эту загрузку вашего логотипа ну и непосредственно вот здесь уже находимся полностью на центральном аккаунте где вы будете видеть все ваши допустим от всех новых покупок то есть в пендинг то есть это когда amazon проверяет ваши заказы на платежи то есть подтверждает платеж и тогда ваш товар который был заказан падает в раздел он шипит то есть будет в ожидании он шипит если это подаете товар через amazon то он шипит и в пендинг вы практически их не будете видеть потому что оно практически автоматизировано и он проходит прямо вот ежесекундно ежеминуту продажи и отправки то есть это все автоматизировано а если вот вы занимаетесь дропшиппингом то у вас будет светить часть пендинга часть уже которые ждет ожидания подтверждения отправки и непосредственно все это дело у нас здесь высвечивается когда это будет от клиента продажи и так далее соответственно вам понадобится немножко времени освоить этот backoffice надеюсь всем понятно с вами был Иван о связи и остался последний шаг это выбрать этот вывод средств у нас находится вот здесь нажимаем данную активную строчку и нас перебрасывает и вот здесь данную строку то есть у нас здесь три варианта amazon.ca то есть это англия com это соединенные штаты com.mx это кажется япония если я не ошибаюсь но у нас как таково у нас amazon.com нажимаем add то здесь сейчас будет необходимо выбрать страну по мере как я смотрел до этого когда мы выбираем российскую федерацию у нас выскакивает тренер то есть это вывод получает через систему пионера уже с пионер на ваш банковский счет и тут вот можно ознакомиться с теми комиссиями которые пионер будет брать за вывод средств и перевод этих средств потом именно из пионер аккаунта на ваш банковский счет здесь есть также вариант другой если вы даже с россией но у вас есть другой банковский счет то есть в этих странах который здесь указан можете выбрать ту или страну есть банковский счет и вывести средства на ту страну и у вас есть банковский счет по поводу пионер надо разобраться как это работает тут вот все шаги написаны потому что у меня совсем немного по-другому я думаю что в ближайшее время с этим можно будет разобраться потому что если вот мы выбираем соединенные штаты здесь принцип довольно таки простой то есть это банковский счет банковский номер данного счета и соответственно кто получатель банковского счета и его здесь еще она которая требуется нашу банковского то есть можно перевести имя владельца повторно введение свой номер счета банк а то дважды мы повторяем номер счета банка здесь 9-значный номер маршетизации федеральное жите номер маршетизации но это наверное какой-то отдельный номер для того чтобы все это дело вписать это каждой стороне там индивидуально получается то есть если это вот еще да вот каждый проживающий в той или иной стране разобраться как именно с выводом у вас здесь получается смотри даже украина ну давайте посмотрим ты не штаты вы не мексика крылья не вижу франция дальний китай канада болгария зили бельгия по принципу европейских стран здесь понятно потому что если выбрать тут свифт и биг и банк и владелец счета я принимаю готова то есть намного проще вот уже в других странах надо разбираться как на самом деле это происходит надеюсь всем понятно данный пункт можно разобрать в той или иной стороне по деталям это отдельное видео и на этом я считаю что всем будет понятно дальше как это делать еще важный момент то есть у нас такой все есть такой пункт на пусть и мы крестик закроем я крестик закрыли все у нас здесь показывает как начать продажи или ознакомиться с бэк офисом я поставлюсь переводчиком и вот узнайте как начать продавать настройки учетной записи то есть полностью есть информации как перечислить продукт на amazon уже есть информация поймите делать продукт страницы то есть как создавать продукты и здесь вот важный тоже пункт узнать какие продукты требуют одобрения для продаж то есть то что я вот озвучил и и непосредственно все другие вот разделы день и продаж amazon настройки аккаунта перечисление продуктов изменение страницы продуктов управление заказом возвращает возврат для аннулирования какого-то возврата тяжи и сборы и так далее то есть абсолютно вот на этой странице можете ознакомиться полностью с этой информацией также есть форум на форум можно почитать очень много интересных вопросов ответов и ознакомление с данной тематикой то есть то что нам нужно для работы есть абсолютно все в амазоне то есть чтобы освоить весь инструмент как это все работает надеюсь всем понятно связи с вами был иван пока субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...